Ну, а теперь, до чего же договорились Павел Дуров и суд города Нью-Йорк? Вкратце напомню суть вопроса. Павел Дуров намеревался в конце прошлого года выпускать грамм, собственную криптовалюту. И даже собрал под это дело 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Примерно треть от этой суммы пришла из США. Ну, понятное дело, когда из родной страны непонятно куда выводят такие деньги, американские власти начинают немножко беспокоиться. На компании Дурова сразу же наложили судебный запрет, а руководство вызвали в американский суд. Позиции сторон таковы. Дуров мечтает создать новую цифровую экономику в интернетах, где будут править бал, всевозможные биткоины, эфириумы, ну и, конечно же, грамм. Также Дуров говорит, что все сделано по закону, а сам грамм оформлен по упрощенной схеме, согласно положению Д, к американскому закону о ценных бумагах. Адвокат Телеграммы и вовсе считает, что комиссия просто хочет под предлогом судебного разбирательства накопать компромата на кристально честные компании Дурова и партнеров. И вообще, обычно ценные бумаги покупают с целью получения прибыли. А Павел такого покупателям грамма никогда не гарантировал. Более того, подчеркивал, что это большой риск, который может сделать покупателе беднее. Понятно, что те, кто уже занес Дурову больше полутора миллиардов долларов, купили на них всего лишь обещание сказочного обогащения в будущем. Но по факту, да, отдали настоящие деньги в обмен на криптограммчики. Тем не менее, комиссия по ценным бумагам и биржам все равно решила к проекту Павла присмотреться. Для этого комиссия запросила дополнительную информацию. Сперва у Дурова, а потом, естественно, не получив желаемого, провела собственное расследование. И нарушения, вот такой сюрприз, действительно нашлись. Согласно положению Д американского закона, торговать криптой без регистрации можно только в рамках так называемого первичного размещения. Кроме туго, продавец обязан удостовериться, что покупатель не планирует перепродавать крипту на вторичном рынке. Первичное размещение закончилось 29 марта 2018 года. В июне и в июле того же года парочка компаний уже продала граммов на 15 с лишним миллионов долларов. А в августе уже сам Телеграм заплатил 1,2 миллиона долларов третьей стороне, которая в 2019 году пыталась продать граммы на вторичном рынке. И это только то, что в короткие сроки смогла нарыть комиссия. И так скоро выяснится, что и блокчейн-проект Павла Дурова, над которым у Телеграма якобы не будет никакого контроля после запуска, может оказаться не таким уж свободным, и не таким уж открытым, и не таким уж анонимно-бесконтрольным, как того хотелось бы пользователям. Следующее заседание суда назначено на 18 и 19 февраля. Зачем мы проследим отдельно? А на сегодня все. До новых встреч!